По словам архитектора Виктории Богинской, которая вместе со своей командой работает над конкурсной заявкой, у Сарапула есть все, чтобы не только принять участие, но и победить в конкурсе. Наш город отвечает всем его критериям и по численности населения, и по размеру территории, и по имеющемуся туристическому потенциалу. Реализация выигравших в конкурсе проектов позволит создать привлекательную для туристов и жителей инфраструктуру. Это и создание малых архитектурных форм, системы уличной навигации, цифровых туристических пространств и многое другое. Помимо потрясающей архитектуры и сохранности отдельных объектов, вплоть до плиточки, вплоть до каких-то прям мелочей и деталей, это подход вообще людей к своему делу. Я вижу, как люди горят, как профессионалы, как экскурсоводы реально вовлеченно рассказывают о особенностях города, о каких-то интересных локациях. Экскурсионные маршруты очень четко и понятно, грамотно выстроены. Надо сказать, что Сарапул пробует свои силы в конкурсе проектов Туркода уже второй раз. В прошлом году для победы не хватило нескольких баллов, поэтому сейчас экспертная группа будет дорабатывать концепцию, дополнять ее новыми свежими смыслами и идеями, чтобы в этот раз все обязательно получилось. Пример такого победоносного упорства – участие Сарапула в конкурсе проектов малых городов и исторических поселений, которым удалось победить со второго раза. Туристический год на этом фоне – такая некая звезда, к которой крайне непросто приблизится. И в том числе это связано потому, что это крайне необычный для нас конкурс. Это не привычный уже какой-то городской объект, который надо благоустроить. Более того, там практически нет моментов, связанных с прямыми мероприятиями а – по благоустройству и б – привычных нам строительно-монтажных работ. Это какая-то новая интересная тема, которая имеет под собой несколько направлений, и в которых мы пытаемся разобраться. Аккумулировать лучшие идеи по развитию туризма и был призван прошедший проектный семинар. Его участники обсуждали, предлагали, спорили. А что надо Чебашинина? Фонтан-монетку кинуть, не знаю, на чердак для Чебашинина подняться. Надо придумать легенду. Где должна быть легенда во всем? Как результат мозгового штурма – множество интересных предложений, касающихся благоустройства туристического пространства, организации креативных экскурсионных и культурных мероприятий, призванных привлечь туристов в город Накаме. Первый материал мы будем, конечно же, презентовать в ближайшие первые две недели апреля, когда мы вернемся уже из города и сможем переосмыслить все то, что мы сегодня и в течение еще нескольких дней будем получать. Далее подача заявки у нас идет до 1 июля, и будет несколько итераций презентации концепции, для того чтобы концепция была утверждена, чтобы она полюбилась горожанам, профсообществу, потенциальным туристам, потому что нам кажется, что в этом залог успеха именно этого конкурса. Не попросить деньги условно на вывески и на лавочки, а чтобы именно проработать бренд и глубину, которая будет в дальнейшем использоваться и позиционироваться. Предложенные идеи были связаны преимущественно с богатой историей города, купечеством, природными достопримечательностями, архитектурными памятниками.